итак переходим к третьему уроку нашего сегодняшнего занятия это открытие видеоредактора movavi изучение функциональных блоков а также загрузка медиафайлов которым относится видео аудио и фото файлы видеоконвертер открываем вот у нас значок movavi про видеопрограмма которая также закреплена снизу здесь не попадает в поле записи снизу панели задач вот нажимаем его открывается программа значит в программе присутствуют блоки для редактирования видео аудио фото и других файлов значит открываем данную нажимаем на эту строку редактирование видео итак открылась наша программа видеоредактор movavi значит в которой присутствуют следующие блоки и так видите верхнее поле среднее поле левое поле правое верхнее поле значит верхнем поле мы видим нажимая кнопки различные кнопки файл редактирование просмотра настройки сохранить справка видим что здесь есть есть следующая функция добавить медиафайлы которым относятся фото видео и аудио файлы дальше создать не проектов создать быстрое видео открытие ответа недавние проекты присоединить проект сохранить сохранить как сохранить портативный проект все это можно опытным путем изучить следующие редактирование файлов аудио видео файлов следующие просмотр файлов настройки которым относятся языки также другие параметры сохранение виды сохранения файлов медиафайлов ну и справочные данные как в каждом редакторе в каждом птический сайт на челевом поле мы наблюдаем значит следующие функции импорт файлов нажимаем на этот на эти кнопки мы видим сразу подсказки дальше фильтры наложение фильтров следующая кнопка пара переходы это при обрезке кадров для того чтобы было более-менее эстетично и интересно устанавливаются различные переходы следующая кнопка титры различных видов популярные классические художественные так далее следующие стикеры то есть различные значки которые можно установить видео и другие инструменты центральном поле мы видим добавить видео аудио или изображение фото файлы обратите внимание дальше запись видео я теме еще пока не пользовался добавить папку захват экрана то есть эти функции можно изучить самостоятельно значит в правом поле верхнем здесь будет изображаться то тот видео файл аудио видео файл видео файл который вы редактируете в середине различные кнопки вернуть обратно повторить удалить обрезать повернуть видео изображение кадрирование цветокоррекции в общем различные кнопки которые появляются то есть начинают работать в момент когда у вас уже здесь вот вы сюда перетащили медиафайлы значит в правом верхнем углу я уже говорил здесь будет видно изображение того в виде которое мы редактируем ну а здесь это функции плеера я думаю так понятно что такое это значит воспроизвести следующий кадр то есть продвинуть продвинуть назад предыдущий кадр здесь разрешение то есть размеры изображения здесь открепление плеера полноэкранный режим и звук можно увеличить громкость уменьшить громкость или отключить значит здесь в середине в нижнем в нижнем поле будет изображаться видео дорожка звуковая дорожка также дорожка установки титров и фото файлов значит и внизу увеличение уменьшения масштаба все это мы изучим на практике ну и внизу кнопка сохранить это отдельная тема когда в конце мы все от редактируем есть определенные функции для того чтобы правильно сохранить свое видео и качество так и для примера сейчас загрузим первый наш урок немножко его редактируем так его можно загружать вот добавить файл вот таким образом отменить либо вот здесь нажать добавить медиафайл вот таким образом так закачиваем наше видео для того чтобы вот редактировать удалим статическом видео моменты там где у нас есть пробила то есть молчание а также я удалю мппп и так далее ну те звуковые эффекты которые ну нежелательно чтобы были озвучены то есть оно будет не смотрибельно несмотребельно во время произведения и так включаем наш плеер и так друзья первый урок каким образом как-то слышали да первое для того чтобы его одолеть его нужно найти каким образом это найти увеличим масштаб вот нажимая на левую кнопку правую кнопку увеличиваем масштаб нашей дорожки звуковой и аудио и ищем этот звук каким слышали да вот у нас и вот это вот дорожку вот этот свете вот здесь вот городик у нас подскочил этот график мы это обрезаем раз для того чтобы обрезать должен быть файл видео и аудио дорожка файл выделен желтым светом и вот здесь видите есть звуковой пробел слышали да раз сюда его подвигаем так обрезаем выделяем этот кусочек и удаляем можно удалять нажатием кнопкой либо нажать нажатием кнопкой делит либо вот нажатием вот это вот функции удалить так удалили слушаем дальше урок каким образом как правильно скачать опять у нас видите опять слушаем чать так для того чтобы это дело обрезать необходимо выделить еще раз повторяю желтым цветом то есть нажать на видео дорожку и можно установить и добавить метку чтобы не потерять вот и вначале здесь начать обрезка вот можно меточку добавить раз и нажать кнопочку обрезать раз и на вторую метку устанавливаем обрезаем удаляем все обрезали удалили дальше слушай программа movavi по ссылке которые я вам отправил с google диск вот эта ссылка вот вверху зашли мы по ней google диск естественно для этого нужно иметь свой аккаунт после чего нажимаем скачать программа скачивается все равно скачать кнопочка не удалось проверить вирусы файл на вирусы но то я вам отправил поэтому она без вирусов все равно скачать нажимаем кнопочку скачивается программа вот можно здесь обрезать еще место который в динамическом видео не видно не слышно так вот это можно обрезать с обрезали выделили удавили ничего сложного нет сапограмма выбираем папку я выбираю папку на рабочем столе movavi школа это чтобы вы знали но это как пример сохранить нажимаем кнопочку вот внизу видим чтобы нам было удобнее просматривать чтобы не дергать постоянно движок можно уменьшить размер масштаб наше медиафайла слушаем здесь скачивается программа все программа скачано теперь ее открываем урок номер два как правильно загрузить программу из архива winrar нажимаем открываем архив папка с файл вы видите да пожалуйста купите лицензию но у кого куплена лицензия для программы winrar то есть для архиватора это кто постоянно им пользуется я постоянно не пользуюсь поэтому ну вот так она выскакивает закрываем ну в общем вы поняли есть следующий шаг то можно производить каким образом обрезка папку пароль сейчас еще остановлю еще покажу запись покажу дальше так нажимаем кнопочку ok идет скачивание так вот у нас еще появился кусочек непонятный видимо программа для записи экрана не стыкуется с тем что выскочила то есть автоматически у нас появилась темное поле она здесь не нужно мы понимаем что вы тоже нужно перешли вот открывается так такое но перешли на основной нажимаем кнопочку да вот здесь вот можно нажимаем кнопочку да но нажимаем кнопочку вот здесь вот мы удаляем можем таким образом обрезать и поставить метку обрезать так удаляем в принципе там дальше косяков я особых не наблюдал смотрим концовку все программа создана она находится внизу здесь в поле я потом в другом следующем видео покажу как ее обрезать и как пройтись по кабинету то есть чтобы вы знали где какие кнопки такие функции все закрываем это нам уже не нужно все здесь можно в конце обрезать все концовочку удалить ну и для того чтобы завершить сегодняшний урок по загрузке медиафайлов в конвертер и обрезки я думаю что я покажу как его сохранить его можно сохранить нажав кнопку если вот сохранить то есть закрытие сохранить изменения в проекте несохраненные изменения будут утеряне нажимаем сохранить для того чтобы потом его можно было видеоредакторе открыть и дальше с ним работать называем урок номер 3 урок 3 все не ставим никаких восклицательных вопросительных знаков лучше не будет сохранения мы это знаем наверно уже все нажимаем сохранять сохранить закрываем программу напомнить позже и перейдем следующему четвертому все спасибо за внимание